Доброе утро, достопочтенная публика! Здравствуйте, с вами Владимир Тишко. Доброе утро, Аида и всем, 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 кто постепенно присоединяется в этот субботний день к нашему клубному дню. Меня зовут Владимир Тишко. Еще раз представлюсь для всех тех, кто присутствует здесь на клубном дне первый раз. Немножечко расскажу кратко, как уже это делаю не первый год. Каждую субботу практически делаю маленький анонс для тех, кто присоединяется к клубному дню первый раз. Есть среди нас обязательно те, кто смотрит первый раз данный клубный день. И немножечко хочу рассказать про эту историю. То есть, клубная история клубного дня. Клубный день проводится уже не первый год, по субботам. И основную идею нес в себе для разбора тех моментов, которые мы, как правило, не успеваем полноценно, качественно рассмотреть на тематических семинарах. К примеру, технический анализ, фундаментальный анализ. Вопросов у новичков очень много. Естественно, за ответами на эти вопросы начинающие трейдеры, конечно, куда он лезет. Новичок лезет в интернет, задает вопросы. И там на него вал информации. И, как правило, информация, она такая, не имеет никаких средних значений. Она либо слишком уж позитивная, такая сладенькая, что Форекс – это просто супер, можно из 100 долларов сделать, там, не знаю, миллион. И другая информация – это то, что это зло, что вы потеряете деньги. Поэтому хотел бы сказать, что профессия трейдера очень сильно мифологизирована, у нее есть свои особенности. И для того, чтобы это можно было как-то спокойно в формате обсудить, как раз и была создана идея проводить такой вот клубный день по субботам в свободное время для всех желающих. То есть, тема была основная – трейдинг, миф и реальность. Думал, что вот будут появляться начинающие трейдеры, новички, им все это все время интересно, интересно, интересно. Ну, а потом как-то так получилось, что клубный день перерос сам, идея клубного дня переросла саму себя. И теперь под этим названием можно сказать, что находится клубный день, где мы можем совершенно спокойно пообщаться в том свободном формате, вот как и было задумано. То есть, можно обсудить все то, что нам интересно. Что мы рассматривали помимо вот этой основной темы, загланивая данного клубного дня. Ну, например, с чего начать, хочу все знать, индикаторный анализ, законы финансовых рынков, как поставить правильные цели в трейдинге, успешные трейдеры, кто они, основы управления капиталом, можно ли заработать миллион торгую на рынке Форекс, торговая система, как ее построить, дневники, стратегии тактик торговли. Это не весь перечень всех клубных дней, которые были проведены так или иначе под этим названием, по субботам. Поэтому я хотел бы сказать, что самое главное для тех, кто переследился первый раз, не надо стесняться. Поймите, что здесь есть, конечно, определенные правила, не надо ругаться матом, но обсуждать какие-то проблемы, скажем, или задавать тему, конечно, вы можете. Поэтому мое предложение такое. Еще раз я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Сергей Топалов, Юрганов Олег. Особый привет. Крылов Сергей, Александр Харламов. Доброе утро и всем-всем-всем. Давайте сделаем так. Если что-нибудь нам обсудить, вот кто первый, наверное, озвучит тот вопрос, который был бы вам интересен для обсуждения, можно будет его сейчас рассмотреть. Если темы нет, то вы понимаете, я могу предложить там что-нибудь свое, или давайте в таком случае мы просто быстренько разойдемся довольны друг другом. Вопросов нет. Иногда, кстати, вопросов действительно не бывает. Мне мало кто пишет в отдельные недели, отдельные дни. Мало вопросов во время семинаров. Поэтому как-то иногда я теряюсь. Да, нет, нечего как-то, может быть, специально что-то рассказать, но в этом случае беру там какие-то вопросы интересные, которые были записаны на предыдущих семинарах. Давайте, может быть, что-нибудь для себя, есть что-нибудь вам задать мне вопрос. Опять же, хочу сказать, что не являюсь, я, по крайней мере, не считаю себя очень хорошим специалистом во многих областях, даже в области трейдинга. То есть некоторые моменты для меня являются, ну не то чтобы закрытой информацией, я туда просто сам не лезу. То есть вот когда был как-то разговор, мне задавали вопрос про высокочастотный трейдинг. Я рассказал свое видение, почему я туда не полез. Эта тема была модной где-то в годах 2008-2009 год. Вот туда я просто не полез, просто понял, что это дорого исключительно чисто по материально. Материально дорого еще не, скажем, еще не факт, что там добьешься успеха, но затраты нужны очень серьезные. Поэтому ряд моментов, как бы я туда влез, я там покрутился, повертелся и понял, что мне это не интересно. Я не думаю, что я, может быть, вам передам негатив об этой информации. Как вы понимаете, моя задача вас просто немножечко не то, чтобы предостеречь, а показать какие-то отдельные элементы. То есть на что я обратил внимание, что мне, скажем, показалось интересным, что мне показалось неинтересным, почему я за это взялся бы, а за это бы нет. Но опять же скажу, что каждый из нас, вот каждый из нас, кто сидит перед монитором, абсолютно все мы разные. Кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то старший, кто-то младше. У кого-то деньги есть, у кого-то денег нет, кто-то весь рабочий день за компьютером, кто-то только иногда. Поэтому вот эти моменты я даже не готов, наверное, какие-то такие серьезные консультации давать по поводу, допустим, лично вас. Опционы. Какие конкретно опционы? Классические, ну то есть вот то, что говорится об опционах, или про бинарные в данном случае? С чего начать и как с этим бороться? Хорошие вопросы. Можно давайте, знаете, как сделаем? Давайте так. То есть ряд вопросов можно ответить мне сразу, а некоторые вопросы я, может быть, вам дам некую, 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 как бы идею. Может быть, даже сейчас мне придется там что-то пошаманить у себя в компьютере, найти какие-то интересные моменты и показать. И к этому на дело, наверное, подготовиться. Потому что вот… Вот еще, что я имела в виду по торговле по опционным уровням. Наталья, честное слово, скажу первый раз, слышу вот лично от вас, что такое опционный уровень. Вот в данном случае, может быть, что-то вы имели в виду другое, вот страйк или там какой-то момент. Наталья, вот давайте сделаем так. Вы не торопясь, я понимаю, что вы там в Калининграде находитесь далековато. Давайте сделаем так. Я сейчас начну какие-то, ну, как мне кажется, более простые вопросы. Простые вопросы требуют более пространного ответа. Я начну сейчас, выберу то, что мне кажется, логично было бы выстроить. И потом, Наташа, давайте на ваш вопрос я обязательно отвечу. Потому что тема, с одной стороны, очень интересная, а вот с другой стороны, она чем сложна? Потому что понятия, допустим, классические опционы, американские или европейские, причем классические я их беру в противопоставление бинарным опционам. То есть вот этот момент я бы хотел особо отметить, что иногда задают вопрос, а про какие опционы идет разговор, обычно непонятно. У нас вот бинарные опционы, они имеют очень серьезное отличие от классических опционов. Там много нюансов, которые нужно учитывать. Я даже сказал бы так, я особо туда не лезу. То есть попробовал несколько раз для себя, нашел какие-то отдельные моменты. На семинаре по инвестициям, когда он будет более-менее готов в первом приближении, про опционы я там обязательно расскажу. Расскажу в разрезе про отдельные финансовые инструменты, вот их сущность. То есть валюта, акции, производные инструменты, пусть будут даже бинарные опционы. У каждого инструмента, знаете, как в жизни. Это не в жизни, а как в сказке про дудочку. Девочка там нашла, получила дудочку, которая открывает эти все ягодные места, но взамен нужно отдать лукошка. Вот эту сказку, наверное, мультфильм я, по крайней мере, с детства помню. Там дудочка играет, девочка бегает, как умалишенная. Ягоды все видит, а собирать ей просто-напросто некуда, лукошка нет. Она берет лукошка, дудочку забирает этот дед-боровик. И вот финансовые инструменты, все финансовые инструменты, они вот имеют вот или-или, да, вот депозит, да. Чем хорош депозит? Защищен, все понятно. Не устраивает что? Процентная ставка маленькая, вот. Но зато налоги не платишь. Вот эти моменты, как нужно понимать, что каждый инструмент, он очень хорош, но для своих каких-то определенных целей. Поэтому давайте пишите, Наташа, вот нет, вы напишите, все-таки мне ваш вопрос очень тоже интересен. Почему? Дело в том, что хочется расширять как бы вообще темы, которые мне бы хотелось даже вам рассказать. Мне иногда, мне как бы хочется гораздо больше рассказать, но вопросы не задаются, думаю, а что я буду специально вам рассказывать, говорят, вот, ребята, слушайте, внимайте, я там типа пришел мессия, которые вас научат жить. Нет, вот как раз-то по вашим запросам я вот буду выдавать ту информацию и от этого буду отталкиваться. Ну, давайте начнем так, с чего начать и как с этим бороться? С чего начать? Самый сложный момент, я бы сказал, ну, опять же, кратко, вот любые простые вроде бы ответы, они требуют таких более пространных комментариев, комментариев более длинных. Вот момент такой, вот, нужно ли вам этим делом заниматься или не нужно? Это совершенно неизвестный вот момент в жизни практически любого начинающего трейдера. Нужно обязательно попробовать. Вот к вопросу о том, вы начинаете, скажем, заниматься каким-то, любым новым делом, ну, себя представьте, любой первый шаг в жизни всегда очень страшный. Непонятно, первый раз поцеловаться, первый, там, не знаю, секс, там, первое предложение выйти замуж или, там, жениться, там, выйти на работу, пойти в армию. Ну, вы знаете, в любой жизни, вот, когда нам что-то неизвестно, мы, там, рисуем какие-то себе страшные картинки, понятно, что нам это очень-очень тяжело. Поэтому я рекомендую, вот, когда ко мне кто-то обращается с вопросом, надо мне заниматься трейдингом или не надо, вот таким образом я не могу дать никакой рекомендации человека, не зная вообще, а вообще получится или не получится. Был у меня один интересный пример в моей практике здесь, когда обучал очно, естественно, люди приходили, совершенно разные, там, вот, не знаю, самый топовый ученик, который у меня был, это в человек, занимающий хорошую должность в высшем учебном заведении, ну, то есть, статус проректор, там, и так далее. Вот, это самый, наверное, вот топовый у меня человек с регалиями, там, академик-профессор, ну, а, там, если говорить, там, самый-самый-самый низ, вот, ну, самый первый, ну, конечно, это, как правило, студенты, люди, которые, вот, как интересно им все, про форексы, молодые люди, денег, как правило, нет, но есть желание. Причем есть определенные люди, там, разный возраст, вот, где-то 18, там, 16 лет, кто-то с родителем приходил, ну, и заканчивая уже, там, пенсионеры, самый старый клиент Альпари, кстати, он вот здесь как раз мой клиент, ему, там, за 80 лет уже, вот, но не будем об этих людях, я вот хочу сказать, что непонятно, получится у вас или не получится. Вот, с первого взгляда, совершенно непонятно, бывает, что человек, я вижу, вроде способный, глаза горят, и все у него получается, а через некоторое время, ну, ему просто становится скучно, понимает, что тратится на это много времени, этим надо делом заниматься, с кондачка, вот так, за 3 секунды, за 3 недели у вас ничего не получится. Ну, точнее, получатся какие-то элементарные вещи, понятно, что результат будет, но, знаете, вот, как в любой профессии, либо вы хотите в ней развиваться, вам нравится, вы понимаете, что где-то здесь есть какие-то интересные моменты, которые можно для себя использовать. А некоторые люди вот даже со способностями просто говорят, ну, колебется этот курс, да и хрен да с ним, как говорится, у меня там другие, более интересные дела. И вот один из клиентов, человек уже предпенсионного возраста, всю жизнь проработал слесарем, вот слесарь, там, можно сказать, на заводе. Знаете, ну вот пришел человек, я увидел, что он настолько у него в голове там все это системно укладывается, очень так правильно-правильно, и все, что начал, вот он прошел базовый курс, на трехнедельный курс очный, он прошел, не думайте, там ничего волшебного нет, это вот все то, что сейчас онлайн идет, это вот то же самое, даже в более сжатом формате, но там вот больше с глаза в глаза. И вот у этого человека, ну, мне он так понравился, что занимается и до сих пор, и вот я так даже не понял, вот чем он занимался, занимался ли он тем делом всю свою жизнь, которое ему действительно нравилось. А тут у него стало получаться, ну, вот как всю жизнь человек не мог играть на скрипке, а тут взял, оказывается, умею. Так что вот такой момент я бы хотел сказать, и обязательно нужно попробовать. Потом у вас возникнет, вот, либо тяга к этому, да, хочу, интересно, понимаю, нужно здесь копать, искать, либо вы очень быстро охладеете. Вот я хочу сказать, что многие товарищи просто охладевают к этому делу, и про это дело забывают. Возможно, даже хорошо, что так произойдет, но еще есть один момент. Вот через некоторое время, вот знаете, так вот, прошло это, вроде попробовал, поторговал, да, времени нет, жена, дети, там, деньги нужны какие-то в другие моменты. Трейдинг, сами понимаете, это все-таки еще и нужно наблюдать, быть в курсе, изучать. Просто так, там, три индикатора выучить, ничего не получится. И вот второе предшествие, оно, как правило, бывает, второй приход бывает самый сильный. Тут уже человек начинает как-то в голове осознавать, и вот в голове там как-то там, само собой, образовывается в виде такой, какой-то, не знаю, тучки незаметной, оно как желание, знаете, как туча на горизонте. Сначала маленькая, а потом разрастается, разрастается, и вот тут в этот момент уже человек начинает осознанно подходить к трейдингу, и вот это, наверное, как раз тот самый момент, когда есть смысл серьезно начать изучать трейдинг, заниматься там и так далее. Вот такое вот, такое мое мнение по поводу, с чего начать. Попробовать обязательно, демо-счет с минимальными деньгами, ну, не знаю, базовые упражнения пройти, посмотреть, получается у вас, не получается, нравится или не нравится. Но опять же про себя скажу, что у меня есть вроде бы там и слух, и в музыкальную школу я ходил там, но вот, знаете, к музыке меня абсолютно не тянет. Вот родители водили там в детстве в музыкальную школу, а потом как-то удачно я так закосил, все там сделал таким образом, все сделал так, чтобы мне туда не ходить. Ну, не хочется мне вот заниматься музыкой. Даже вот есть там некоторые товарищи, которые мечтают, особенно по молодости, там на гитаре играть, там быть фронтменом, песни орать в микрофон. Вот этого у меня не было. Вот могу сказать так вот, закрыто у меня в этой части ворота, туда и не надо лезть. Вот такое мое мнение по поводу. Я бы сказал вот про поводу, холодной головы. Аида, вот самое главное, я бы еще так сказал, главное не психовать. Вот если вы начинаете психовать, вот такой, знаете, нервозность такая вызывает, вот та самая позиция. Вот если вы начинаете психовать, это самый лучший повод закрыть там сделку или просто наоборот, не закрывать, а расслабиться и получать, как говорится, удовольствие. Вот этот момент такой, вот холодная голова, это когда, имеется в виду, надо быть твердым, там как Шерлоком все просчитать. Но я это четко понимаю, что не всегда это получается. Вот даже много роликов, может быть, вы увидите в интернете, есть даже снятые с камер внутреннего, внутреннего, наружного наблюдения, где там трейдеры психуют. Это очень нервная профессия. Если говорить о том, что нервные срывы бывают ли у трейдеров, у профессиональных, они там полный набор для исследования психоаналитика. Полный набор. Настолько нервная профессия. Вот. Ну, я бы сказал так, вот главное не психовать. Многие трейдеры начинают, вот в случае какой-либо, как правило, глупой сделки, пытаются еще что-то делать, и они напоминают мне уже муху, которая запуталась в паутине, и вот чем сильнее она там дергается, тем сильнее запутывается. Вот этот момент хотелось бы отметить. Ну, сейчас давайте так будем по ходу, я вижу ваши комментарии, сейчас про каждый момент, может быть, немножко рассказать. Вот. Чего начать, как с этим бороться? Ну, бороться надо, в первую очередь, с самим собой. Вот. Эмоциональность, вы победите, ближайший, вот начинает человек заниматься, надо признать самому себе, что вы будете психовать. Вот. Это просто надо поставить как факт. Когда говорят, вот там нужно быть с твердой головой, там и так далее, с холодной головой, все делать. Ребят, я вам скажу так, вот первые два года это будет абсолютная каша в голове, то есть вас будет мотать из одной стороны в другую, нужно только четко понимать, ну, вот как период заросления, там, подросток, он же начинает психовать, вести себя совсем неадекватно по отношению к своим близким особенно. Поэтому это нужно обязательно просто для себя понять, и все-таки, если вы двигаетесь, как вам кажется, к долгосрочной цели, вот, все-таки я настраиваю, веду все семинары, вот, и все, что рассказываю, все-таки я каждому из вас, ну, тот, кто сидит сейчас вот перед экраном, я рассматриваю не то, что вы там, откроете, поиграете, а вы настроены на какую-то карьеру в этой профессии. Ну, пик для частного трейдера это вот пам-счет, то есть научиться, торговать, достаточно путь будет среднесрочно, а потом через некоторое время открыть пам-счет, быть профессиональным трейдером, сначала совмещать со своей работой, а потом, может быть, стать уже и профессиональным трейдером. А потом ваша карьера, может быть, и дальше пойдет в гору, там, глядя на ваши результаты, где-то заметят вас, как управляющую, пригласят в какой-нибудь хедж-фонд, профессиональную компанию. Ну, имеется в виду управлять уже профессионально, имеется в виду за зарплату. Про стратегию, так, корреляция государственных индексов с курсами валют. Шагивалеев, Ильяс, Ильяс, один вопрос, а что вы имеете государственные индексы, вот под вопросом государственный индекс, это фондовый индекс или что-то еще, вот какой конкретный индекс вас, допустим, интересует. Этот комментарий сделайте сразу, я попытаюсь вам прямо сейчас показать эту наглядную корреляцию. Российская валюта напрямую, в данном случае, вот сейчас, если говорить о современных реалиях, когда курс не регулируется, не регулируется центральным банком, он отпущен, так что нам абсолютно, если говорить плюс этого дела, абсолютно все равно, сколько будет стоить нефть, 10 долларов, там или будет 100 долларов, вот, в этой части, я могу сказать, что корреляция очень такая серьезная, очень плотная, и этой корреляцией можно управлять, я бы сказал, это управляемая ситуация, и многие трейдеры используют именно ее, в настоящий момент, для формирования своих торговых тактик, торговых стратегий. Илья, спешите, про государственные индексы, вот, что такое государственный индекс, мне вот пока не совсем понятно, имеется ввиду, расшифруйте, потому что фондовый индекс, это все-таки не государственный, я вот как-то сразу, в первую очередь, подумал про него, вот, а какой индекс, индекс безработицы, или там чего-то еще, опа, это, что за волшебное слово, мне пока это слово непонятно, сейчас переведем, фондовые, прямой корреляции, прямой корреляции вы не увидите, вот, такая плотная зависимость, давайте фондовые, хотите, давайте сделаем так, какой, какую берем валюту, и какой индекс возьмем, что вам интересно, давайте, теперь вот для этого вопроса, мы сейчас рассмотрим пару моментов важных, итак, Ильяс, или кто еще, кто хочет посмотреть корреляцию, к примеру, вот есть два, есть варианты, индекс американского доллара, к индексу, к примеру, стендарт энд пурс, это вот один вариант, второй вариант, могу предложить на выбор, индекс МВБ, допустим, российский, и если хотите, курс российской валюты, доллар, рубль, могу предложить вам, какую-то еще, валюту, допустим, доллар, или индекс американского доллара, или там валютную пару евро-доллар, к, допустим, опять же, к индексу стендарт энд пурс, или к индексу Доу Джонс. Можете самостоятельно делать подобного рода исследования, я скажу, что данные вообще-то скачиваются на просторах интернет, Ильяс, я могу сказать, что вы это вообще можете делать самостоятельно, подобного рода корреляционные исследования всегда можно делать, но уж только нужно найти, давайте подскажу, как вот, экспорт, вот так вот, нечто подобное, я отлично так это использую, Доу Джонс, ну, нет, Доу Джонс, а с чем? Доу Джонс с чем? С индексом, с валютной парой евро-доллар, вот с индекс, давайте с индексом американского доллара, если хотите, можно их с золоту сделать, да? Итак, я хочу сказать, что есть такого рода ресурсы, их причем достаточно много, я это делаю, даже видео есть, да, вот экспорт котировок с Финамо, я лично отсюда беру котировки, вот, первое, вот, я за корреляцию валют, вот видите, экспорт, то есть можно эти данные скачать, скачать, если это нужно показать, я могу показать, если вам, ну, как вот, небольшой, такой мини-мастер-класс, как я это вот лично делаю, давайте, давайте покажу, как это можно делать, а потом, как с этим вы будете работать, итак, итак, вот, нахожу я, я лично покажу, как это делаю я, то есть у меня есть, вот, этот адрес, финам.ру, это компания там, оттуда я беру, то есть можно брать, конечно, с других ресурсов, вот, ну, во-первых, скажу, что сейчас много ресурсов, есть интернет-ресурсов, где вы можете сопоставлять нужные вам, нужные вам, нужные вам активы, но, к примеру, мировые индексы, пожалуйста, выберем инструмент, так, давайте сейчас, индекс Dow Jones, давайте один из вариантов, я просто покажу, чтобы было понятно, так, это NASDAQ у нас, где у нас буква D, она должна быть, да, FTSE 100, так, тут мы что-то, вот Standard & Poor's, это полный аналог Dow Jones, это, я бы сказал, такой индекс классический, мало кто на него реально смотрит, они коррелируют, кстати, Standard & Poor's 500 и Dow Jones, давайте посмотрим, есть ли здесь Dow Jones, что-то я вот его не вижу, а, есть, вот же, Industrial, вот он, берем индекс таким вот образом, бац, мы его сюда вставили, теперь сюда можно еще добавить, я так понимаю, можно выбрать, можно выбрать, можно выбрать, мировые валюты, давайте посмотрим, здесь индекс американского доллара, есть DXY, таким образом не ищется, ну, я просто показываю, что можно сравнить, допустим, одну валюту с каким-то рынком, здесь я это не смотрю, я хотел бы показать просто немножко другое, да, так, ну, давайте посмотрим, доллар, индекс американского доллара, что-то я вот здесь не найду, но здесь его, наверное, нету, но фактически, то есть, вот можно сравнить, что там что-то еще с чем-то еще, то есть, вот давайте вот так, вот, к вопросу о корреляции, вот о корреляции, то есть, вот таким вот образом, вы можете для себя делать, скажем, на других ресурсах искать ответ на вопрос, коррелируют ли они друг с другом, вот на этом отрезке времени два эти инструмента коррелировали, и здесь они, кстати, коррелируют, а здесь вот у нас появилась раскорреляция, ну, между, просто визуально можно обнаружить вот этого рода разницу, но мы сюда зашли не для этого, я просто покажу, как я это делаю, у меня немножко другой подход, такой более старый, более дедовский, ну, даже не более дедовский, а по-другому я это делаю. Так, я вхожу, 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 у меня ссылка немножко другая, так, экспорт данных, в общем-то, я нахожу, где-то, у меня сохраненная ссылка, поэтому надо ее просто сейчас здесь искать, экспорт данных, вот экспорт котировок, вот таким вот образом. Итак, я нахожу, к примеру, мне нужный инструмент, вот нахожу, скажем, не московскую биржу, а хочу найти мировые индексы, или, вот возьмем, мировые индексы, мировые индексы, Dow Jones, просто покажу сейчас, дальше я не буду делать, то есть, вот Dow Jones, беру, дальше устанавливаю дату, которая мне нужна, к примеру, там, 98-й год, там, все, по 2016 год ставлю, допустим, один день, дальше, в каком виде я хочу получить данный файл, текстовом формате, обычно я делаю, то есть, вот такие данные, и делаю получить файл, то есть, файл я сохраняю, его сохраняю куда-то там, и дальше я его открываю, открываю его в формате Excel, так, куда я его загрузил, дальше открываю Excel, типа вот такого, да, у нас файл открыть, так, это отчет брокера, куда он загрузился, так, куда мы ее сохранили-то, ну-ка, быстренько, так, 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 закроем это пока, еще раз, давайте посмотрим, куда я его загрузил, получить файл, сохранить файл, открыть, так, файл, мы его сохраним как, текстовый и куда-нибудь, вот на рабочий стол я его сохраню, дальше открываю Excel, открыть рабочий стол, нахожу здесь этот файл, текстовый, да, где-то он здесь должен быть, что-то мы тут не находим, вот сюда сохраню, все файлы, все файлы, да, надо поискать здесь, сейчас мы найдем этот файлик, так, где-то вот он, да, у нас, и вот мы его открываем, дальше мы смотрим, какие у нас разделители, далее, какой разделитель, запятая, далее, дальше делаем формат, если мне нужен год, месяц, день, вот таким вот образом, разделители, и жмем готово, вот фактически у меня получается, исторические данные в формате день, то есть, вот это Dow Jones, таким вот образом, то есть, это все данные по, с 98 года по, пожалуйста, вчерашний день, вчерашние закрытия, то есть, фактически я получаю график, вот в том виде, в котором мне, к примеру, он нужен, если мне нужно что-то еще, я еще скачиваю, потом сюда точно так же все вставляю, чтобы состав, даты совпадали, и вот в этом случае уже можно делать какие-либо корреляции, сравнить и две валютные пары, там и так далее, но этот вот способ для вас будет самый, самый трудоемкий, трудоемкий, я снова скажу, что когда вы захотите поработать с этими данными, здесь можно их скачать, их можно загрузить в какие-то другие программы, ну, в данном случае это вот стандартный пакет Microsoft, корреляции между двумя инструментами загрузить, и это дело все использовать. Для себя я, от себя я скажу, сейчас некоторые моменты, может покажу, то, что у меня здесь, может быть, осталось сохраненным. Ну, давайте вот сейчас я все приду, вот как раз в формате Excel у меня есть там различные расчеты, сравниваются два инструмента, в общем, формулой здесь, пожалуйста, работайте, находите корреляции между двумя инструментами, и у вас все, надеюсь, получится. А, ну вот один из моментов, который я мог бы показать. Отмена, да, вот у меня есть, допустим, расчеты, сравниваю нефть, рубль, все это в режиме реального времени, можно настроить экспорт сюда, и все это дело работает. То есть контроль у меня вот таким образом, подключил, включил, посмотрел, все ли это работает, как изменяются, как происходит, есть ли корреляция между двумя инструментами или нет, то есть разницу, дельту можно всегда оценить. То есть в данном случае, вот это статистический анализ, его можно делать. Могу сказать, что вот то, что я сейчас вам показываю, это я этим пользуюсь, ну, только вот для сейчас вам объяснить, потому что у меня немножко другой формат сейчас, я эти данные не особо мудрю, я просто скачиваю, загружаю в другую программу, и она для меня проводит такой вот анализ. Это все было, это все было, как говорится, в прошлом, это 20-й век, я бы сказал так, сейчас 21-й век. Вот то, что сейчас есть из ресурсов, я вам могу порекомендовать. Ну, что бы мог я вам порекомендовать топовое, вот из того, чем пользуюсь чаще гораздо. Есть такой ресурс, TradingView. Вот, TradingView. Если кто-то из вас живет в Ростове-на-Дону, то могу сказать, вот эти ребята ростовские, да, трейдинг, традинг, ростовские работы, эти ребята как раз и сделали, и сделали ресурсы, они сделали очень действительно мощную работу, когда вот те сайты, на которые я заходил раньше, раньше, там эта вся информация была, ну, вот кургуза, условно говоря, вот сам Финам решил нам давать только эти данные, а какие-то отдельные активы, они просто там у них отсутствуют. То есть надо где-то на просторах интернет искать, там, и все остальное. А вот здесь, на этом ресурсе, он, кстати, информационный, можно его платно использовать, можно бесплатно, пройти регистрацию. Здесь даже есть возможность анализ, выкладывать свой технический, то есть очень хороший ресурс в этой части, я могу порекомендовать. Корреляции различного рода между инструментами, это вот, ну, почитайте, я думаю, о проекте, то есть очень хороший проект, революционный для, ну, в данном случае, нынешних. для, возможно, ваших интересов. Почему? А здесь вот как раз вот, можно ли две валютные пары сравнивать? Сергей Сергеев, здесь можно сравнить три валютные пары, пять валютных пар, валютные пары с индексами, индексы с акциями, акции с фьючерсами, и, в общем-то, список инструментов просто-напросто огромен. Я вот хотел бы сказать, большего, как бы, по, пропущу, я просто покажу, что вот эти данные, они в данном случае с составанием 15 минут, но для анализа очень даже, очень даже неплохо. Вот, кстати, можно даже сделать, найти какие-то ресурсы, ну, имеется в виду активы, которые, вот, нефть марки Брэнд, а вот на этот тикер, БР, да, вот в данном случае, смотрите, сколько инструментов в мире я просто найду, где присутствуют эти буквы. Но это просто огромнейший список. Вот, из того, что я бы мог вам порекомендовать, из того, что бесплатно, то, что очень удобно, чем пользуюсь, есть еще ресурсы, более, может быть, даже чуть-чуть крутые, но я их не буду вам, в данном случае, советовать рекомендовать, потому что они требуют денег, требуют, знаете, профессионального подхода. Вот, к примеру, Брэнд, Фьючерс. Так, мало того, что у нас под одним тикером, у нас еще находятся отдельные товарные контракты, которые вот здесь можно будет найти. Видите, Брэнд, там, на разные временные интервалы. Вот это вот текущий контракт, это следующий, 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 следующий. Вот, что, в данном случае, вы можете видеть. Самое интересное, что можно пересчитать, допустим, Брэнд, Брэнд можно пересчитать в рублях. Вот, что я могу сделать здесь. USD. Вот таким вот образом. Раз, и можно пересчитать, сколько будет стоить, или там, и правильно ли я это сделал, доллар-рубль, наверное, вот так надо сделать. То есть, можно пересчитать, сколько будет стоить наша нефть в рублях, то есть, по текущему рыночному курсу. Как вы понимаете, серьезно будет отличаться этот график от того графика, который вы видите в долларах. То есть, вот эти моменты, вот эти нюансы, они в мире уже работают. Это вот то, что я вам могу реально порекомендовать, бесплатно, удобно, ну, как бы интересно. Вот к вопросу о различного рода корреляциях, где взять информацию, как с ней работать. Ильяс, надеюсь, я вам ресурс подсказал, видите, как это все делается. И можно сравнивать и валюты, допустим, доллар-рубль, и можно сравнивать, скажем, с индексом, Майсекс, там, ну, что хотите, Dow Jones, пожалуйста, DJ, сейчас я заберу, DJ, да, у вас. И посмотрите, сколько у нас этих Dow Jones-ов-то отдельных, разных, то есть, что-то похожее под названием фьючерсы, индексы, фьючерс, индексы, это все нужно искать, смотреть, и у вас такого рода информации очень-очень много. То есть, здесь появляется постоянно какая-то новая информация, этих индексов, ну, тоже можете увидеть, на DJ очень огромнейшее количество. Пожалуйста, смотрите, пользуйтесь. поэтому сравнивать здесь вот можно вот таким вот образом, очень просто. Добавлять еще новый актив, сравнить с чем, да, берете, сравнить, и давайте сделаем какой-нибудь индекс Dow Jones, индекс американского доллара. Вот так вот, пожалуйста. Вот вам, Ильяс, бах, за две секунды, я вам сделал корреляцию индекса американского доллара и индекса Dow Jones. Пожалуйста, это все делается за три секунды. Ну, не за три секунды, понятно, что нужно разбираться. Моя задача, вот как, опять же, расскажу в начале клубного дня, делать, сделать вам так, чтобы вы не боялись, понимали, что вот тот вопрос, который вас волнует, волнует еще миллионы трейдеров в мире, они тоже все задачены вот этими ресурсами, где бы нам получать информацию о корреляциях, раскорреляциях. Вот один из моментов, вот чисто для визуальной корреляции, раскорреляциях можно получать именно так. Но если говорить обо мне, все-таки у меня подход немножечко другой, сейчас как раз делаю то, что, в общем-то, было запрошено. Так. Итак. Ну а суть корреляции, сейчас я как раз ее покажу. Причем я это сделаю прямо здесь, сейчас, мне нужно это сохранить на флешку, на флешку и показать, вот что из себя представляет корреляция, вот в том числе. ну это я уже показывал, многие видели, кто присутствует на этом, уж клубно мне, там по инвестиции я говорил, про формирование и изменение портфеля. это вот как раз именно об этом разговор идет. Сейчас сохраним. в том числе, что я говорил, Вот так. И я против. И вот так, И вот так. И вот так, я вам об Smells T, как это делать. И вот так. И вот так, и вот так. И вот так, Вот как торгуются корреляции, то есть нужно понять, что не все инструменты жестко между собой коррелируют. Вот здесь бы я бы не стал искать какую-либо рабочую корреляцию между поведением американского доллара и, к примеру, индексом Dow Jones. То есть вот здесь я не видел бы каких-то жестких привязок инструмента друг к другу, так как мы можем наблюдать на, к примеру, рубле и нефти. То есть там вот очень такая четкая хорошая корреляция, которую можно торговать. Здесь бы я сказал, ребят, я не знаю, тут это что-то сложновато здесь увидеть, какие-то серьезные зависимости. Можно, конечно, но тяжеловато. Так, теперь давайте покажу. Так, куда она делась-то у меня? Вот то, что я сейчас только что сейчас сделал. Только что сейчас сделал со своего экрана рабочего. Итак, ну, видите, немножечко убого все это, так как этот продукт я делал еще до интернет эпоху, до гугла и до всего прочего. Делал дискуссию для себя. Чтобы не делать руками, вот как я показывал, в формате Excel это все-таки накладно. Если вам нужно оценивать, не знаю, 15 инструментов, из них могут быть какие-то еще более интересные ситуации возникать. И поэтому вот это для того, чтобы оценивать весь спектр финансовых инструментов, которые мне могли бы быть интересны, я написал техническое задание, попросил людей сделать. В общем, это был проект с 2005 по 2007 год. Вот здесь мы видим то же самое, два инструмента, их проценты изменения. Первый, так, красный, да, вот красный график, это индекс американской экономики, Dow Jones. Вот красный, это Dow Jones. А вот этот вот зеленый, это график индекса американского доллара. Диапазон 2014 год, 2015 год. Ну, то есть, то, что попалось мне сейчас под руки, чтобы не встать. А вот как раз нижний график, он как раз мне оценивает вот эту корреляцию между инструментами. То есть, здесь вот можно сказать, что однозначно Dow Jones был слабее на фоне укрепления американского доллара. И если выбирать вот между теми инструментами, в какой предпочтительней входить от покупки, я бы сказал, что это однозначно вот этот зеленый инструмент, это индекс американского доллара. То есть, бакс надо покупать, ну, там, шортить евро там или покупать бакс. Но есть интересные моменты, где вот эта корреляция доходит до каких-то раскалерирующих моментов, когда возникает момент, что вот здесь-то как раз ситуация очень-очень интересна, что, в общем-то, наш инструмент красный настолько по отношению к этому активу отвязался, что вот эта ситуация является крайне нестандартной, не типичной. И, в общем-то, есть смысл даже вот на этом отрезке времени, к примеру, сократить позицию в долларе и, наоборот, нарастить позицию в индексе. А может быть, кто-то сделает, ну, прямо одновременно что-то здесь сократит, а что-то здесь одновременно увеличит. Кто-то, может быть, создаст арбитражную стратегию, продаст здесь, кто-то здесь купит. То есть, видите, вариантов, подвариантов различных в отдельных моментах очень-очень много. Если найти вот подобного рода жестко коррелирующие инструменты между собой, то есть, где зависимость очень хорошо, ну, лично вам, может, визуально прослеживается, либо наблюдается, это, можно сказать, золотое дно. То есть, можно сюда впихнуть большие-большие деньги, там много миллионов, миллиардов долларов, с пониманием того, что ваша прибыль будет предсказуемой, относительно предсказуемой, то есть, в большинстве случаев. То есть, вот ради чего все это задумывается, всякого рода дельта-нейтральной торговой стратегии, профессионалы как раз-то и не пытаются думать, а вырастет там бакс или упадет. Зачем им это нужно, когда вот здесь, вот как раз, вот в этих узких диапазонах, относительно небольших колебаниях, кроются как раз большие деньги. Здесь можно маленькими-маленькими объемами оперировать, покупать, продавать, накапливать активы. В общем-то, если этот спред между этими двумя коррелирующими инструментами будет сокращаться или расширяться, как вы там распланировали, то можно туда засунуть очень большие деньги и получить вполне предсказуемый результат. То есть, вот почему, когда говорят о профессиональных трейдерах, что они говорят, мы немного там зарабатываем, ну, 20% годовых, 30% заработали, это уже все, суперфон. Ну, вот как раз потому, как цель-то в первую очередь не терять деньги, а наоборот заработать. Поэтому часть денег у нас уходит на страхование риска. Поэтому вот такие не очень-то у них и, как нам кажется, большие доходности. А те трейдеры, которые ставят, как говорится, на всю котлету, вырастет или упадет, тут они, конечно, могут удвоить, утроить, удесятилить свой капитал. Вот этот момент мне бы хотелось пояснить. Вот этот график корреляции между двумя финансовыми инструментами, когда один отклонился относительно другого. Тут как раз это признак того, что нестандартная ситуация, ее нужно обязательно использовать, или можно использовать в своих собственных коварных коммерческих интересах. Вот поэтому скажу, Ильяс, явной корреляцией вот между этими инструментами, что вот одно растет, другое падает, я не вижу. То есть совершенно разные моменты жесткой корреляции я не обнаруживаю. То есть можно обнаружить что-то лучшее, двигается что-то хуже, но вот идея именно такова. Про стратегию и про тактику. Крылов Сергей, знаете, Сергей, тут вопрос, а что про стратегию и что про тактику. Это целый семинар фактически нужно проводить, даже может два семинара. Стратегия – это общий план какой-либо деятельности, которую трейдер выстраивает для решения своей вполне ему понятной задачи. Стратегия – это то, что у нас должно быть достигнуто. Стратегии всего две в трейдинге – это тренд торгуем и контртренд. Вот если уж кратко сказать, со стратегиями это очень-очень все просто. Открываем график. Вот глядя, допустим, даже сейчас вот на эту ситуацию, как вы понимаете, нам понятно, что мы находимся только здесь, вот здесь, именно в этом моменте. Как вы понимаете, мы всегда находимся здесь. То есть все, что было в прошлом, нам уже никакой прибыли не принесет. То есть он даст нам только информацию. Вот исходя из этой ситуации, вопрос, какую стратегию вы займете. Вот, Сергей, опять же скажу, что мне задают вопросы иногда. А какая правильно-то? Я могу сказать, что нет понятий стратегии, правильной или неправильной. Она будет правильной или неправильной только через некоторое время, когда вы увидите, да, мы оказались правы в своей стратегии. У вас одна стратегия, то есть покупать, и неважно когда, сейчас, завтра, послезавтра, на днях, позапослезавтра, и так далее. А вторая стратегия, прямо противоположная, это разворот тенденции. То есть если для вас это все восходящие тенденции, одна стратегия – это продолжение, вторая – разворот этой тенденции. Если вы найдете для себя поводы, что да, это разворот, то торгуйте разворот. Понятно, что он не сразу у вас состоится, может не сразу, может завтра, послезавтра, может вообще не состоится. Вы откажетесь от своей стратегии. А вот тактика – это что вы будете делать уже в этот конкретный момент, когда решитесь, что да, надо покупать или надо продавать. То есть стратегия нам не говорит когда, на этот вопрос нам дает ответ тактика. А тактика – это уже детализированный план выполнения, реализации вашей торговой стратегии. Так, 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 сейчас, 5 секунд, может быть. Ну давайте так вот, это кратко опять же из того, что стратегия – общий план, вот куда вы будете торговать. Продолжение тенденции – это вот первая стратегия. То есть из того, что вы видите, вот вам видно только это, вот в этой ситуации, вам видно только это. Нужно просто стратегически понять, что вы будете торговать. Вот туда – продолжение тенденции. Сразу или потом когда-то будет движение. Либо вы будете торговать разворот. И вот стратегический план, он не подозревает сразу принятие решения. Он просто говорит то, что куда вы рассчитываете торговать. То есть поэтому стратегии не может быть правильной, неправильной. Вы ее выбираете и все. Можете просто не знаете какую, подбросили монетку, орел – продолжение тенденции, решка – наоборот, разворот. Бога ради, хотите, нет опорной точки, делайте так. А вот тактика – это уже что вы делаете конкретно для решения вашей задачи. Вот внизу я как раз хотел бы важную вещь прописать, не выделил ее цветом. Вот тактика, как для дисциплины, она учит правильно оценивать обстановку и принимать грамотное решение. Вот смотрите ситуацию. Вы выбрали стратегию, к примеру, покупать, в данном случае, продолжение тенденции. И она может просто оказаться для вас неверной. И ваша задача как тактика – грамотно понять или вовремя понять, что вы не правы, минимизировать свои потери и отказаться от реализации вашей, в данном случае, стратегии. Почему? Ну, потому что рынок не в ту сторону идет. Вот вы искали идеи, а идей нет никаких для покупки. Может быть, вы просто откажетесь от совершения сделки, и это будет совершенно нормально. Как вы понимаете, проблема-то начинающего трейдера, у вас проблема одна. У вас нет опыта, у вас нет практики, вам нужно эту практику получать, а сидя в стороне от рынка, вы эту практику не получите. Поэтому, когда говорю я, что начинающие трейдеры практически обречены на убытки, ну, потому что вам, сидя в стороне, как бы не получится ничего сделать. Вы будете смотреть? Ну да, там, цены идут в эту сторону, в эту сторону. Вы не в рынке. Поэтому нужно просто получить вот этот болезненный опыт неудач, чтобы понять, где вам входить в сделку, когда вам не входить. Поэтому стратегия – это вот, что делать, да? А вот тактика – когда? А вот торговая система, ну, то есть в рамках реализации той или иной тактики, это делает, как вы это будете делать. То есть, какие сигналы вы будете для себя принимать, использовать для открытия торговой позиции. Ну, вот я бы, Сергей, хотел бы это кратко прописать, рассказать, но более подробно мы это рассматриваем, торговую систему, рассматриваем на семинаре «Принципы построения торговых систем» по вторникам. Про опционы. Про опционы, так, читаю. Хорошо. Ну, вот Олег очень грамотный комментарий дал, да. То есть, есть Аида. Вот Наталья Кунцевич про опционный уровень что-то больше ничего не написала. Я так понимаю, вопрос, наверное, был… Был, наверное, вопрос, но как бы он всплыл. Я так понимаю, я его рассматривать сейчас про опционы не буду, нет смысла. Итак, вот как вести дневник трейдера? То есть, что для чего нужен? Вот, Аида, тупой карандаш во много раз лучше самой-самой острой памяти. Вы многие причины для входа в сделку обязательно забудете. Вот если говорить о дневнике трейдера… Давайте вот так вот. Давайте немножко из старого, несколько старого семинара. Что он вам дает? Вот есть хорошая книга, которая, кстати, не связана вообще ни капельки с трейдингом. Она связана, наоборот, с промышленностью, с автомобильной промышленностью Соединенных Штатов. Причем период где-то 60-е, там, тире, 80-е годы. Такой знаменитый, знаменитейший менеджер, известнейший, Ли Якока. Написал в свое время книгу карьера менеджера. Что за человек был? Ну, то есть, к трейдингу он вообще нам никакого отношения не имеет. Я книгу прочел за поем, потому что я очень люблю книги автобиографичные. То есть, когда человек описывает сам свои действия вот в той или иной ситуации. Понятно, что не без того, чтобы сделать себя, показать себя в выгодной стороне, в выигрышном свете. Но вряд ли он будет писать или кто-то про себя будет рассказывать плохо. Чем хороша данная книга? Ну вот кто в менеджменте будет работать или работает, или учится, или планирует, я эту книгу настоятельно рекомендую ее прочесть. Она читается очень легко, она написана художественным языком, имеется в виду без каких-либо сложностей. Человек описал свою жизнь в карьере, в профессии, в автобизнесе. То есть, он начал с простого инженера, закончил университет из не очень богатой семьи, вышел в бизнес, начал работать в компании Ford. И в этой компании он достиг топа. То есть, дошел до президента компании. То есть, от инженеров понял, что я понял, что мне неинтересно заниматься проектированием. Интересно было в менеджмент, в продаже. Он пошел в продаваны, и дальше пошел по этой лестнице, и дошел до топа. В конце концов, он, можно сказать, один из родителей из автомобиля Ford Mustang. Вот если знаете, такой культовый автомобиль, фактически, сейчас. Фактически, при нем этот автомобиль был сделан. Потом его уволили. Опять же, как говорится, в американском бизнесе тоже есть такие ситуации. Уволили, просто не понравился. То есть, как конкурент. Причем, уволил его внук, 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 внук Генри Форда. Он пошел, не знал, куда заняться. Унизительное было причем увольнение. Там это все, с этого начинается книга. Как его стопа посадили начальником какого-то склада. Там, ну вообще, потрескавший линолеум, телефон со сломанной трубкой. Ну, в общем, я понял, что я такого оскорбления перенести не могу. И ушел там, вообще уволился. Его нельзя было уволить просто так. И он сам уволился в итоге, не посчитав свой статус. Опустить там до уровня завсклада. Ну, в итоге он перешел в компанию Chrysler, которая уже была в предбанкротном состоянии. И, кстати, в книге он написал так, что если бы я знал, с чем мне придется слогнуться, то я бы туда ни за что бы не пошел. Вот этот момент такой. То есть он там реально растаскивал говны такие, знаете, как Геракл. Ну, вот хочу сказать так, что книгу рекомендую почитать. Она вообще не только в трейдинге, она вообще в жизни очень вам пригодится. Много интереснейших мыслей. И вот как раз по поводу дневника трейдера. Вот оттуда я взял эту цитату, потому что она мне там много лет в голове сидит, и она говорит именно правильные вещи. У меня на столе, кстати, тоже я веду постоянно дневники, но я их вот, знаете, так вот черчу постоянно, какие-то идеи. Понятно, что я не все расписываю. Я как-то вот раз там для себя сделал. И у меня все это копится, копится черновики. Я потом их собираю, вот в субботу сажусь, смотрю, мусор выбрасываю, это оставляю. В общем-то, вот так все. Твердый порядок письменного изложения какой-либо идеи – это первый шаг к ее притворению в жизнь. В разговоре можно, часто даже не отдавая себе в этом отчета, высказывать всякого рода смутные и нелепые идеи. Вот когда говоришь, кажется, идея-то прекрасна. А когда начинаешь уже детально расписывать, какие-то элементы начинают всплывать. Когда излагаете свои мысли на бумаге, происходит нечто такое, что побуждает вас вникнуть в конкретные детали. А как вы знаете, в трейдинге дьявол кроется в детали. При этом гораздо труднее ввести в заблуждение самого себя или кого-либо другого. Вот эта фраза мне так запомнилась, я решил сюда в эпиграф. И поэтому я хочу сказать, что дневник трейдера купить нельзя. Вот особенно когда мы проводим семинар «Секрет тренировки трейдера» – это как раз демонстрация тех идей, которые реализовал тот или иной трейдер. Какая-то причина, какой-то повод у него был для открытия сделки вот в этот момент, потом ее проследить и закрыть. Хотелось бы вот тех, кто присутствует на других семинарах, вот именно этим моментом вас немножко замотивировать, чтобы вы сами для себя это делали, чтобы отмечали, что сделку-то вы совершили, и она не просто так. Не важно даже демо-счет или реаль еще. Мы же проводим эксперимент и ведем наблюдение. Поэтому дневник трейдера купить нельзя, а вот процесс становления трейдера – опять же те самые четыре знаменитых слова. Распланируй, выполни, проверь, измени. Интересный будет момент, если у вас будет, к примеру, 10 сделок, как вам кажется, по вашей гениальной идее, и все 10 сделок окажутся убыточными. Возможно, эта идея-то требует либо кардинальной переработки. Вместо, к примеру, покупать, нужно будет продавать. Попробуйте этот эксперимент провести, даже посмотреть. Если у вас там 5 сделок плюс, 5 сделок минус в этой идее, ну дальше надо смотреть, где там вы не докрутили, где не довертили, вот самый неприятный момент. Возможно, идея просто нерабочая. Может быть, ситуация будет такой, что 8 сделок плюс, 2 сделки в минус. Опять же, также оценивайте. То есть, задача трейдера – предположение выдвинуть, и потом получить подтверждение или опровержение. Вот в книге можно, на семинаре я это рассказываю, показываю, как говорится, тем, кому это нужно, они вникают и сами для себя могут провести либо подобного рода эксперимент, либо вникнуть в идею. И поэтому почитать чужой дневник – это фактически бесполезно. Нужно именно самому себе как бы вникнуть в то, что вы делаете. То есть, аж почему вы это делаете. Бывает так, что вроде бы гениальная идея, но она вот раз-раз-раз и в целом не работает. Поэтому вот что нужно. И поэтому для того, чтобы вам не забыть, а почему вас потянуло открыть сделку-то. Ну вот дневник может быть таким образом. На одной половине листа бумаги расписывайте все причины для открытия торговой сделки. Вот причина – логика, стратегия, тактика. То есть, вот вы ее прописываете, что вы делаете, почему вы делаете. А потом, после того, как открыли сделку, вы ее просто сопровождаете, закрываете сделку и оцениваете. А вот эта причина сделки, она была логичной, правильной. Может, она вам принесла много денег в промежутке, а по факту вы ничего не заработали. И вот этот момент нужно просто для себя обязательно уяснить. То есть, работу нужно перевести из разряда, из разряда, а не знаю, что у нас получится, не получится, фиг его знает. Вопрос о том, что я сделал, я получил результат, хороший результат или плохой. Плохие результаты – это тоже повод обрадоваться, понять, что да, это тупиковый момент, в этом направлении не надо двигаться, давай будем что-нибудь изменять. Вы даже увидите какие-то моменты, которые нужно изменять. Поэтому дневник, логика торговли, контроль сделок, закономерности обнаруживаете, отслеживаете события рынка и их влияние. Ну вот, Аида, я вот вчерашний ваш семинар, на вчерашнем семинаре рассматривали в одну вашу сделку, самую-самую убыточную. А причина-то, ваша убытка, она в чем? Да это просто, вот вы, ну я не знаю, там вы открыли сделку, а потом просто не обратили внимания на очень важный фактор. Фундаментальный фактор, связанный, опять же, с публикацией экономических новостей и результат, вот он не очень, не очень даже хороший был. Поэтому стрессы, эмоции, естественно, когда вы делаете системные, вы понимаете, что да, может быть, серия неубыточных результатов, это гораздо вас будет серьезнее успокаивать. Не совершать глупые сделки. Вот этих сделок, которые не записаны, много. Интересный момент, вы можете совершить сделку, знаете, такой момент бывает, что хочется совершить сделку, вот вы не знаете, вот как ее описать, вот хочется и все, вот никакой причины нет, а хочется. У меня такие сделки бывают, у всех они бывают. Вот смотрите, ее тоже надо записать, открыть сделку, хочется, ну запишите просто, хочется, не знаю почему, а потом отследите, что вот получится в результате этих ваших сделок. То есть вот эти хочется вас приведут к успеху или, наоборот, одна сделка приведет к таким, к такой головомойке, что вы скажете, лучше вот эти сделки просто пропускать. Лучше бы я в этот день, там, не знаю, занялся другими делами, прибрался в гараже и в этот день бы вреда бы я сам себе не нанес. Стабильные результаты, сильные, слабые ваши стороны. Ну, опять же, много видно, что многие трейдеры начинают психовать, нервничать. Ну и, естественно, управление капиталом. Вот если говорить о дневнике, который вот в данном случае я веду в рамках принципа построения торговых систем, он вам, не знаю, видно, не видно, но, как говорится, вот так вот в формате Excel я записываю номер торгового счета, с которым совершаются сделки, дата, какая валютная пара, какая торговая система работает, в данном случае МТС, по каким причинам открывается и закрывается сделка, какое условие входа, параметры входа, тестов, что я тестирую, зачем мне это нужно, какой индикатор для закрытия торговых позиций, комментарии, чтобы можно было не сильно задумываться, почему эта сделка открыта, кто открыл эту сделку, ну, то есть для идентификации. И особые условия, что я хочу заметить, все это записывается, записывается, записывается. Ну, а к вопросу о том настройке тех или иных индикаторов, вот вчера мне задавали вопрос или позавчера, я хочу сказать, что же из дневника, вот в формате Excel подобного рода табличку сделал, все индикаторы, которые мне, к примеру, интересны, я их выписал вот таким вот образом, это в свое время старая картинка, я уж просто демонстрирую. Взял все таймфреймы, которые мне лично были интересны для исследования, дневные, четырехчасовые, часовые, 30 минут, 15 минут и так далее. А дальше я прописал вот те параметры индикаторов, с которыми мне было интересно работать. То есть они даже объединены в блок, вот некоторые, это в рамках мультиоконного анализа, я бы сказал, там четыре индикатора применяются на четырех таймфреймов, три индикатора. Итого-то 12 индикаторов, по которым открывается сделка, покупка или продажа, то есть когда условия все совпадают. То есть это все прописывается, это все нужно. Знаете, что хорошо? Вот вы записали, отложили, и возможно вам это даже не потребуется, забудете, не захотите заниматься трейдингом, там месяца два-три, а потом всплыло в голове, и зачем делать ту же самую старую работу, которую нужно начать будет делать сначала. Достаете старые свои записи, восстанавливаете все очень быстро, может что-то сохраняете в шаблон, и дальше уже работаете. Вопрос, как записать, как вам это все будет комфортно, каждый раз для самого себя. Вот дневник для чего нужен. То есть для того, чтобы вы могли очень быстро восстановить всю нужную вам историю, не напрягать лишний раз мозги. Для того, чтобы протестировать ту или иную торговую идею, скажем, основанную на пересечении двух, к примеру, индикаторов, что можно делать. Вот Олег посоветовал тестер торговых стратегий, где можно поиграть на исторических данных, а я могу вам порекомендовать прямо в терминале MetaTrader. Наложили, к примеру, два трендовых индикатора, если уж так хочется, отключили автопрокрутку, вот таким вот образом, и клавиша F12 помогает вам, видите, отслеживать рынок, скажем, будете ли вот здесь сейчас продавать, открывать торговую позицию на продажу. Можно ставить метки, если захотите, оценить, как развивается ситуация от момента открытия сделки, и дальше точно так же для тренировки прокатывать все, что вы могли бы наторговать. То есть в данном случае это хорошая идея для тренировки. Есть программы, которые это делают, торгуют на истории. Ну вот Олег, я думаю, тоже подсказал. Был в Альпари тоже такой проект, что хотели это сделать где-то лет 6 назад, 5 лет назад, но что-то тоже так не запустили. В первую очередь, да, я хотел бы рекомендовать. Первое, что нужно сделать трейдеру, это естественно успокоиться. Кстати, а вот теперь хочу вам подсказать, вот смотрите, вот что здесь сейчас даже я, вот что я могу сделать прямо сейчас для своей же записи в дневник. Вот смотрите, у меня здесь уже наложено два индикатора, moving average period 10 и второй moving average period 60. Это 10, это 60. График часовой, валютные пары евро-бакс. Вот что мне здесь в этой ситуации уже категорически не нравится. Мне не нравится то, что у нас возникают коррекции, и вот в эти коррекции мы обязательно так или иначе попадаем. Вот возможно, видите, вот эта коррекция. Для того, чтобы, если бы я использовал вот эти две скользящие средни, 10 и 60, то моя задача, в общем-то, задача любого трейдера, который торгует трендово, избавиться вот от этих ситуаций. Вот как от них можно избавляться? То есть два варианта. Первый вариант – это изменить свойства вот этой короткой скользящей средни. Берем, к примеру, ставим 20. Это один из вариантов, который, возможно, нам решит эту задачу. Возможно, вот эта скользящая средня красная. Она также, видите, очень уж загибается и не помогает иногда отслеживать тенденции, поэтому беру я ее просто-напросто могу увеличить. Ну вот обычно я делаю с точки зрения увеличения, а потом уменьшения вот таким вот образом. 250, потом ставим, ну не 250, сделаем 125, да, вот таким вот образом. Решится ли эта задача, эта проблема вот в этих ситуациях? Ну, в принципе, да. Может быть, даже эту скользящую среднюю я бы записал для своих, для своего использования. Ну, тут можно, конечно, подвинуться в ту или иную сторону, в сторону увеличения желательно. Ну, вот таким вот образом, возможно, мне бы это все устроило. Надо понять, что это не будет работать в боковых тенденциях, но надо к этому просто смириться. Боковик – это самый главный бич любой трендовой системы. Тут уже успеваю ноги выносить. Насколько эффективны мувинги? Если мы рассматриваем большие фреймы, там, дневные, дневные, часовые, может быть, для трендовых трейдеров, это самый эффективный индикатор, но я лучше него и не придумаешь. Классический, нужно только бороться с одним, с одной ситуацией. В условиях боковых тенденций это не работает. Вот, если трейдер работает тренд, то это самый, наверное, рабочий инструмент. У него есть варианты, подварианты работы с этим индикатором. Все индикаторы, которые какие-либо были придуманы, они все время сравниваются по своей эффективности с мувингами. А вот с помощью мувинг-эверейдж или трендовых индикаторов заработано большее количество денег, чем со всеми остальными индикаторами, которые когда-либо были придуманы. Ну, вот такую статистику я просто скажу голословно, я ее не буду подтверждать, это я где-то услышал в свое время, исследования были. Но надо посмотреть и, наверное, ответить я точно со стопроцентной гарантией не смогу. Но скажу так, что это самая-самая рабочая вещь, если ее грамотно применять в рамках торговой стратегии, а не пытаться на минутных графиках, на минутных графиках пытаться ловить любое движение. Ну, что минутный график? Минутный график нам для многих это будет просто бич, потому что любой вот этот заскок, так или иначе трейдер вынужден будет, к примеру, с торговой системой отслеживать. Здесь уж на боковых тенденциях, вернее, на коротких фреймах, как вы видите, много боковых тенденций, они просто визуализируются здесь очень хорошо, поэтому здесь эффективность будет низкая. Чем больше этот фрейм, тем более масштабная торговля, тем лучше они работают. Ну, вообще все индикаторы работают именно в этой части. Поэтому так бы сказал Сергей на ваш вопрос, все остальные индикаторы, так или иначе, это либо производные от этого индикатора, либо какая-то вольная интерпретация тех же самых принципов усреднения. То, что я говорил на семинаре по техническому анализу, Moving Everage используется в большинстве индикаторов, с которыми работают трейдеры. Последнюю страничку давайте покажу, чтобы уж было. Майси Ди, осциллятор, Envelope, тоже осциллятор или трендовый осциллятор, будем говорить, Боллинджер Бенц, то же самое, Аллигатор, там же, Осмо, там же, IC, там же, RSI, там же, Ишимоку. И это все везде, 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 скользящие средние. То есть это базовый индикатор, поэтому научиться грамотно с ним работать, и со временем можете его понять, я бы рекомендовал. Начинающие трейдеры не очень любят мувинги. Почему? Я уже говорил на семинаре по техническому анализу. Все хотят чего-то сложненького, такого особого, вот этот самый секрет, который я хочу использовать, который никто не знает, кроме меня. Вместо того, чтобы грамотно использовать мувинги для определения, допустим, тренда или какой-либо своей стратегии. Вот такой вот, Сергей, у меня комментарий. Это такой базовый индикатор, принцип усреднения, он везде применяется. То есть мы всегда сравниваем что-то с чем-то. В среднем, как есть даже анекдот, такой про аналитиков. Два аналитика пошли на охоту, выходят там, а там олень стоит. Один стреляет, раз, там, вправо пулю ушла, вот, дробь ушла. Второй бак, там, влево. Два аналитика стоят и говорят, ну что, ну в среднем мы его убили. Так что вот так. Надо понять, что это инструмент, и не нужно из этого, не нужно к нему относиться слишком легкомыслим, но не надо относиться к нему уж там совсем со всей серьезностью. На сайте Profitschool.ru есть ориентиры для торговли с учетом опционов и фьючерсов. Вияз, ну, по поводу Сергеев, Сергей, ну, я хочу сказать, что вопрос, он вроде бы неплохой, но мне его не хочется сейчас как бы больше, более широко рассматривать, потому что целую неделю, мы там 4 дня говорили, у нас была возможность о, скажем, техническом анализе. Вот ваш вопрос, скажем, насчет эффективности, можно посмотреть в пятницу семинар, ой, в пятницу будет, во вторник будет семинар принципы построения торговых систем, там можно посмотреть на примере, живом примере работы торгового робота, где они имеют сильные стороны, где слабые. Второй момент, семинары по техническому анализу, ну, заново рассказывать 4-8 часов лекции, мне как бы нет никакого желания. И, ну, на этом все, наверное. Итак, что еще хотел бы сказать, да, вот по поводу смотреть, читать ли прогнозы аналитиков или не читать. Тоже вау, ну, в данном случае есть вот то, что Шагивалеев Ильяс написал, что есть ориентиры для торговли. Я бы хотел бы вот любому, вот, а точнее говоря, так, вот все, кто ко мне приходил, обучался, я говорил, ребята, ну, вот у вас, если есть какое-то желание послушать аналитиков, давайте вот поторгуйте там на основании прогнозов аналитиков какое-то определенное время. Но только вот никаких своих собственных мыслей, читаете аналитиков, вот как они пишут, как они делают и выстраиваете свою стратегию на основании их видения. Заработаете ли вы? Все плюются, говорят, да ни черта мы там не заработали, фундаментальный анализ не работает. Дело в том, что технический анализ, фундаментальный анализ, который высказывается публично отдельными личностями, трейдерами, аналитиками, даже профессиональными, всегда имеет много-много-много подвохов. И вот теперь, ну уж, как говорится, круче информации я вам реально дать не могу. Вот если говорить, прогнозы крупнейших банков, это не какие-то там аналитики, ну, типа меня, да, Владимир Тишков вышел, в носу поковырял и что-то брякнул, сказал, где будет курс к концу года, к примеру, или к середине года, или к концу первого квартала. Прогнозы крупнейших банков, как вы понимаете, целые аналитические службы, и там сидят люди неглупые, с хорошим университетским, международным, европейским, там, или мировым образованием. То есть дворников там, или закончивших ПТО аналитиков, их там в принципе нет. А теперь посмотрите, вот если хотите себя проверить, вы сейчас все знаете, что конец квартала уже не за горами, да, вот у нас осталось там, фу-фу-фу-фу-фу, курс валютной пары евро-доллар, вы все знаете, вы все знаете, что курс у нас 1.12, вот 1.12, да, вот где-то здесь получается, вот это. Сколько у нас здесь аналитиков оказалось либо правыми, либо близкими к этому значению? Только 1, одна аналитическая служба более или менее близко оказалась вот к этому значению. Причем 1.15, 1.10, 1.12, да, вот так уже говорить более точно, да вообще никого нет. Дай-то бог тут один, сиреневенький кто-то у нас здесь, кто у нас тут такой сиреневенький. Нордеобанк, по-моему, они вот в данном случае даже, наверное, не на слуху, по крайней мере, находятся вот, их прогноз более или менее точный. Остальные, как аналитики. Средние, в среднем они вообще не убили, никто не попал никуда. Вот средний прогноз, пожалуйста. Половина ниже, половина выше. Как вы понимаете, вот это как бы топ, топ всех аналитиков мира. Вот, можно сказать. Не так, сидели вот такие же сложные модели, они там строят. Все там, не, снова повторюсь, не закончившие ПТУ, недоучившиеся аналитики, это все-таки серьезные люди с хорошими, прекрасными зарплатами. Ну вот вам вот, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Причем это 10 февраля 2016 года делал этот слайд. Это Bloomberg, да, в данном случае Bloomberg Финанс. Хотите по рублю, пожалуйста, кто угадал из этих участников, что рубль у нас к концу первого квартала будет вот, ну опять же, наверное, тот же самый Nordale и сиреневый. JP Morgan, наверное, близо, да, 67.45. Вот один из участников 69.90, возможно, Citigroup. Потом, кто у нас будет. Ну вот, Париба, Парибасы, как их все называют, Парибасы, 69. Это по рублю, вот опять же говорить. Ну, понятно, что квартал еще не закончился, то тут или тут. Ну, то есть здесь тут более или менее как-то близко находятся прогнозы к кварталу, ну, по кварталу и по году. То есть в районе 70, тут уже более плотно. Хотя, опять же, средняя, не средняя, средняя 75, пожалуйста, вам. Ну, про евро та же самая картинка. Так вот, просил сначала ребят, да, давайте, да, просил их так, давайте, делайте вот эти все ваши сделки основой на прогноз, записывайте, удастся там заработать, ну, говорить, о, классно, аналитики, молодцы. Так вот, как только это проходит, этот момент, многие сразу начинают догадываться, что, в общем-то, все, что там сказано умнейшими, как нам кажется, людьми, оно далеко от реальной практики, поэтому надо строить свой персональный личный план. И дальше, после этого у меня был на курсе вот очень простое. Ребята, ничего, никого не смотрите. Вот никакие подобного рода, опять же, думаю, Шагивалеев и Ильяс не от злобы, то есть не как засадок этот сайт повесил, в данном случае озвучил. Именно только свое собственное личное мнение, и пусть оно будет плохое, вот неправильно, но тем не менее вы в любом случае будете в положительной зоне, потому что это был вот личный ваш план. И когда вы будете, как только осознаете, что вот если вы вот на основании своего внутреннего жизненного опыта, умения, там, знаний, вот типа нервной системы, там, и все-все-все, что у вас есть, вы гораздо будете более продуктивным, нежели будете кого-то слушать. Но если будете слушать, дело ваше, как бы я тут не буду говорить, плохо это или хорошо, но практика говорит, вот лично моя практика говорит, что когда думаешь своей головой, то результаты в разы, то есть в два, в три, в четыре раза будут лучше, нежели вы там будете кого-то слушать. У новичков, конечно, проблема одна. Она говорит, у нас нет опыта, мы вообще ничего не знаем, вот мы поэтому их и смотрим, и слушаем. Не запрещаю, но нужно четко понять, лучше, если вы сделаете следующее. Начнете как можно раньше думать исключительно своей головой. Отключаешь вот эти все ненужные новостные каналы, всяких аналитиков и различного рода прогнозов. Это, возможно, это добро люди хотят вам сделать, но спасибо, такое добро мы, как бы, нам не нужно. Лучше свое собственное персональное личное решение. Ну, смотрите, вот в данном случае можете у Аиды Латыповой спрашивать. Она в этот банк чаще ходит, наверное, чем мы читаем про него новости. Но, опять же, мнение, вот мое такое, оно не обязательно правильное, но мой вот личный опыт, моя практика, своя личная. И мнение, то, что я наблюдаю от других трейдеров, особенно новичков. Чем вы раньше начнете думать только своей собственной головой, даже пусть с ошибками, тем лучше будет лично вам. Ну, вот, опять же, Топалов-Сергей, мне бы хотелось, да, вот, а как бы взять, там, попроверить, вот, когда вы… Свойство человеческого мозга заключается в том, что мы берем информацию избирательно. Ну, я давайте еще такой момент расскажу сейчас, не с трейдингом связанный. Вот у меня вот с января уже, ну, жутко болит спина, там, травма была такая достаточно серьезная, она сейчас тихонечко-потихонечко проходит. И раньше я проходил, ну, вот есть рекламные, там, плакаты, там, в фитнес-центре тоже висят плакаты. И вот я раньше на это внимание не обращал, ну, оказывается, столько людей с проблемами спины, то есть, там, есть йога для, там, коррекции позвоночника, где-то я открываю, там, какие-то лекарства, где-то какую-то рекламу даже показывают, у меня вот спина болит, ну, какая-то дурацкая реклама, там, к ноге приложи, оттень какую-то фигню, и, там, спина пройдет, и все в таком духе. Вот раньше я это не обращал внимания, потому что оно было, ну, вообще, не в кассу. А теперь волей или неволей, понятно, что я не их клиент, допустим, я не собираюсь ничего там покупать, но я на это уже просто начал обращать внимание. Вот свойства человеческого мозга, ну, вот, опять же, к комментарию, Сергей, ваш, вот, всегда нужно для себя какую-то статистику подвести, скажем, я увидел, там, 10 прогнозов, из них, там, 7 оказались более-менее правильными. Вот это уже есть статистика. А когда, скажем, если вы так, ну, или я там, или что-то вот говорю, что вот как-то мне кажется, что они чаще всего правы. Это точно так же, как про дельфинов байка. Хорошая байка, кстати, про дельфинов. Люди говорят, что дельфины спасают людей, толкают их к берегу. Вот это как раз ситуация, наверное, догадываетесь. Не всех людей дельфины толкают к берегу. Те, кто, кого не толкали от берега, уже никому ничего не расскажут. То есть, вот такая однобокая статистика. Возможно, вот нужно просто посмотреть, выбрать какой-то набор данных и для себя провести эксперимент. Но если действительно найдете хорошую аналитическую службу или хорошего аналитика, это точно так же, как хороший врач, как хороший юрист, ему уже можно будет доверять. Доверять, но, как говорится, всегда проверять. Поэтому так вот, в таком вот ключе я бы хотел вам порекомендовать. Тоже поискать, может быть, своего аналитика, который вам может быть интересен. Ну, есть на просторах интернета ряд людей, которых я лично читаю. Я не слушаю вот их прогнозы, то есть, я их даже, даже если они писали бы свои прогнозы, я бы их не читал. Но читаю аналитиков только с целью того, что они для меня делают огромнейшую работу. Вот этот огромнейший массив информации, который нужно проанализировать, они собирают вот в такую удобную картинку. И лично я уже в более простом варианте, как потребитель подобного рода информации, уже ее потребляют. Но представьте себе, это нужно же брать где-то, знать, где взять, это надо собрать, это все нужно сделать. Да, ошибка выжившего. Вот-вот-вот, я как раз ее хотел именно о ней сказать, она из головы у меня выпала. Хорошо, что вы это дело знаете. Вот этот момент, та же самая картинка. То есть, ну, если я как раз к аналитикам. Но если вы найдете действительно качественного аналитика, то будет хорошо. Ну, про аналитиков у нас уже разговор был. Роман Душенкин, да? Я правильно прочитал фамилию? Душенкин Роман. Душенкин, Душенкин, Душенкин. Я не знаю, Роман, где поставить ударение. Ну, вроде бы правильно прочел. Ну, если бы я бы сказал, Роман, если говорить вот именно так в этом контексте, как вы сейчас сказали, практически дядя Вася может дать лучший прогноз, я с вами, я бы сказал бы, что я с вами соглашусь. Так. Что бы мне хотелось бы сказать? Ну, у нас был клубный день один, один из клубных дней. Трейдеры и аналитики. Там вопрос как раз возник по поводу, нафига они вообще нужны, эти аналитики. Могу сказать, что вы найдете много информации. Такого рода исследования делаются уже неоднократно. Уже все, как бы все причастные к этому люди уже это знают. И уже уверены, что аналитики постоянно ошибаются. То есть есть несколько исследований таких в мировом масштабе. Я бы хотел сказать, что вот Роман Душенкин, он более правильно, он уловил суть. Роман, теперь вам бальзам, как говорится, на душу. Сейчас я налью, чтобы вы просто убедитесь в этом. В данном случае найти можно статью, в интернет найти, может быть. В 1985 году Филипп Тетлок решил выяснить, насколько точны эксперименты, эксперты прогнозировали будущие события. Вопрос про экспертов, не про аналитиков, а вообще про всех. Почти за 20 лет он опрашивал 284 эксперта об их степени уверенности, что определенный результат сбудется. Прогнозы запрашивались из самых разных областей, включая экономику, политику, климат, военные стратегии, финансовые рынки, юридические заключения и другие сложные области с неопределенным результатом. Всего собрал поразительное количество прогнозов 82 тысячи. Представьте себе выборка, такая вот статистика. Не 10 прогнозов, а 82 тысячи. Какие были сделаны выводы? Прогнозы экспертов были менее выверенными, чем можно было бы их ожидать от случайных догадок. То есть монетку подбросили, качество лучше, чем этот прогноз. Совокупные прогнозы были лучше, чем любые индивидуальные. То есть консенсус прогноз, ну то, что мы только сейчас смотрели про валюты. Но все-таки хуже, чем случайные догадки. То есть качество коллективного прогноза тоже будет худшим. Прогнозы экспертов, которые наиболее регулярно появляли в средствах массовой информации, были наименее точными. Прогнозы экспертов с самыми крайними взглядами были также наименее точными. То есть мы завтра все умрем, или завтра приносят инопланетяне. Это менее вероятное событие, что сегодня на Земле было спокойно. А вот теперь как раз про дядю Васю. Эксперты давали более точные прогнозы за пределами своей области знаний. Вот ключевое, что я хотел бы отметить в качестве того, что написал Роман Душенкин. То есть эксперт, не разбирающийся, когда я не разбираюсь в какой-либо области или слабо разбираюсь, я более точен, нежели человек, который в этой теме разбирается. Из тех экспертов ни один не продемонстрировал точность прогнозов выше точности случайных догадок. То есть монетка 50 на 50 лучше работает, нежели прогноз. Это не единственный прогноз, не единственный вывод. Еще один эксперимент такого же типа с 1998 года. Там тоже 6459 прогнозов с 1998 года по 2012 год. Всех там, финансовые гуру, их всех отсортировали. Понятно, что кто-то был хорош в своих предсказаниях, кто-то был крайне плох. Но в среднем у всех, в общем-то, не очень. То есть среднее ниже области случайных догадок. Лучшие прогнозы в 70% исполнения. То есть из 10 прогнозов 7 будут правильных, 3 будут неправильных. Худший прогноз, как вы понимаете, 8 неправильных, 2 правильных. Из 10 попыток условных. Поэтому вот так вот, если уж так хотите, вот эта статистика. Это тоже не единственное исследование. Я хочу сказать, что очень много подобного типа исследований. Они такие есть и локальные. Как ни крути, всегда вот таким образом. Это не говорит, что аналитики, конечно, плохие. Это говорит только об одном, что думать надо своей собственной головой. Это в первую очередь любой эксперт. Он всегда мыслит своими какими-то категориями. И многие начинают именно думать, что не раз человек носит очки, он самый умный, самый главный. Нет, конечно. То есть нужно понимать, что и даже мои, вот мои все клубные идеи надо воспринимать через такую призму разумной критики. То есть где-то я, может быть, тоже сам не зная, уверен в чем-то. Иллюзия знаний у меня тоже может присутствовать. В чем-то я, мне кажется, я уверен, а на самом деле это не так. Ну, недоучившийся семинарист, ну в какой-то степени да. Но я бы сказал, что зависит всегда, ну это уже далеко, наверное, этот вопрос надо рассматривать. Действительно с экспертами, возможно, с историками. У меня есть на этот счет тоже мнение, конечно, да, человек, имеющий более практический взгляд на вещи, он гораздо лучше будет работать в живом непредсказуемом поле, нежели человек, получивший, возможно, очень хорошее академическое образование, но не имеющий хорошей практики работы в реальном бизнесе. Ну вот реальный бизнес, я имею в виду реальный сектор экономики. Но опять же, это такая критика нашего центрального банка. Но опять же, тот центральный банк, который сейчас, и как он действует, и тот центральный банк, которым был он год назад или в 2014 году, это два совершенно разных банка. Но они далеки от идеала, но вот то, что было в 2014 году, этот ужас и страх, когда человек, который ни одного дня практически не проработал, принимая какие-либо реальные управленческие решения, это его поставили руководить центральным банком с хорошим образованием. Ну вот я тогда думал, что ну накрылся, пробал Колобуховский дом. Ну вот, как вы понимаете, этот жесткий урок мы, конечно, получили, надеюсь, и там тоже они для себя определенные выводы сделали. Какие-то определенные выводы. Далеко это еще от хорошего, правильного, реальной работы. Но эта практика рано или поздно, если уж человек работает, то он ее обязательно получит. Вопрос только вот, сколько времени и, естественно, какой практический опыт вы получите. Но это я в наш центральный банк закидываю камень-камень. Так что вот так. Но, Аида, я с вами в большей степени соглашусь, нежели не соглашусь. То есть вот эти моменты, наверное, мы так и замечаем. Во многих бизнесах рулят люди, которые не имеют или не имели какого-либо серьезного академического образования. Больше практики, больше понимания вот этих реальных процессов, естественно, у них все гораздо лучше спорится в руках. Ну мы уже сейчас вроде бы закончили. Или есть что-нибудь еще у нас для обсуждения? Давайте сделаем так. У нас уже какие-то минорные ноты, но тогда и переходим на совсем, наверное, смежные темы. Ну хочу сказать, что все, что в данном случае ваши комментарии, надеюсь, вы это тоже сможете найти, получить какое-то подтверждение из внешней жизни, из внешней среды. Рыбаков Киевгений, как пословица, если хочешь помочь человеку, дай ему удочку, научи его ловить рыбу, а не рыбой корми постоянно. Согласен, абсолютно. Только капитализм вам удочку продает, а ловить приходится вам рыбу в платном пруду. Вот еще важный момент, это уж в качестве такого логичного развития вот этой вашей пословицы. Что такое капитализм? Это вам продают удочку, за деньги учат ловить эту рыбу, а потом вы идете в пруд, но пруд принадлежит тоже капиталисту, и вы за то, чтобы поймать рыбу, должны еще заплатить деньги. Вот это капитализм, так что вот так. Давайте сделаем так. Если у нас за минуту не найдется какой-либо идеи или темы, которые можно было бы обсудить. Фундаментально мне как-то не очень хочется обсуждать, допустим, ставку ФРС, понятно, или там решение, оно уже обсуждено многими аналитиками, что сделали. Опять же, нашу ставку Центрального банка, которую не изменили. Ну вот то же самое мнение мое, что Центральный банк у нас ведет себя очень по-женски, боится всего, управлять ситуацией еще пока не научился. Нет, Маргарита, ну в данном случае с Туллигеном знаком, знаком, знаком даже лично. Мое мнение, ну скажу так, что не изучал его систему, вряд ли что-то он там говорит какие-то фантастические вещи, не знаю, не знаю. Ну вот сказал бы так, что да, еще и налог, и еще налог, да, за плате. Поэтому, что могу сказать, Маргарита, ничего не могу сказать, вот если уж так говорить. Никого, никого специально не изучал, никакие торговые системы, ну точнее говоря, не только Туллигена, вообще никого специально не изучаю. Изучаю только то, что мне лично интересно в разрезе своих собственных личных интересов, таких корыстных, то есть какие технологии, какие мысли возникают у отдельных, скажем, трейдеров. И все это я применяю исключительно для самого себя. То есть делиться этой информацией я могу без каких-либо проблем, я считаю ее. Все, что я взял сам, это моя личная информация. А за какими-то трейдерами, ну то есть в данном случае, никогда специально это и не следил, не смотрел. Вряд ли что-то он там говорит такое, что уж прям ах, и все волшебное. Ну про корреляцию, да. То есть корреляцию я снова повторю, что есть много сайтов. Много сайтов, где это уже реализовано, но реализовано, конечно же, все-таки не совсем так. То есть корреляцию вы глазами сможете увидеть, а вот построить график корреляции вы, к сожалению, не сможете. Да, ну есть запись Салават Аухатов, он ведет там записи. Я сам не делаю, то есть мне это что-то пока претит, не то что претит, я не считаю, что вот то качество, которое сейчас выдается, оно пока достойно записи. То есть, конечно, за что-то я там горжусь, за какие-то отдельные моменты, ну а в целом пока как бы мне хвалиться, ну как бы я сам собой, не то чтобы там недоволен, не дошел, не дожил еще до этого момента, что вроде бы надо записывать. Вот такой вот момент. Корреля, ну не знаю, Чикагскую биржу, пожалуйста, ну я сам не смотрю. Корреля, опять же, это вопрос не совсем ко мне. Чикагская биржа. Что это такое? А, ну сейчас сделаю. Что это такое? Ну вот здесь, Корреля, уж как говорится, точнее, точнее или как бы лучшего по качеству первоисточника вряд ли вы где-то вот найдете. То есть я бы сказал, что поищите здесь. Поищите здесь, поищите здесь где-нибудь. Поищите здесь, вот, в данном случае, Корреля, сам не смотрю. Открытый интерес, наверное, где-нибудь здесь. С этим вопросом хорошо было бы обращаться к Веселину Питкову. Фьючерс на евро-доллар, пожалуйста. Последнее изменение. Посмотрите, я вот так вот. Нет, не в графическом виде, тут отчеты есть. Надо посещать, просто отчеты CFTC посмотреть. Я скажу так, Коррель, я в этот вопрос, наверное, не совсем ко мне. Не пользуюсь вообще в принципе объемами. То есть я их исключил из своих приоритетов давным-давно, давным-давно. Поэтому вряд ли, наверное, я вам что-то могу подсказать. Вот как бы есть первоисточники, и там можно это все дело посмотреть. Даже думаю, есть возможность посмотреть в динамике. Может быть, отчеты по комиссии, по товарным бижам. Ну вот, где-то здесь, чтобы тоже поискать. Я здесь не Копенгаген. Не смотрел, не смотрю. Точнее, ссылки где-то у меня есть, но это такая вот информация. Для меня она даже не вторичная. Не вторичная. Ну, потому что Веселин нас покинул в конце года. Он уволился, перешел, куда-то перешел, говорят по слухам, в Лондон. Уехал работать. Поэтому Веселин. У нас скоро появятся новые преподаватели, именно по, я надеюсь, по фундаментальному анализу. Я не берусь, не берусь. Вот связано это, во-первых, с тем, что надо много информации постоянно обрабатывать, не берусь за эту работу просто-напросто требует. Она очень много ресурсов отнимает, имеется в виду, эмоциональных, времени. Вот чем трудна работа аналитика, или в чем ее особенность? Это в том, что нужно сидеть и постоянно читать очень большое количество информации, иметь эти источники информации, сравнивать, смотреть, делать много работы бумажной. Она, знаете, для пятиминутного комментария иногда бывает нужно посидеть час-два, для того, чтобы что-нибудь сказать. И я поэтому падать в дело не берусь. В графическом виде... Ну, опять же, вопрос такой, Аида. Знаете, иногда отдельным товарищам, будем говорить, им как-то вот это нужно. Я сам могу сказать, что Веселина периодически смотрел, потому что иногда нет времени заниматься, скажем, тем или иным анализом. Вот чем хороши подобного рода аналитики, они дают информацию, а опытный трейдер, он уже может самостоятельно понять, где ему искать информацию. То есть круг поиска очень серьезно сужается. То есть посмотри там, посмотри здесь, сориентируйся, и все. То есть они, естественно, если вы будете делать самостоятельно, это просто трата, большая трата времени. Процент от Чикаго, да не знаю, от общем мировых. Ну, не знаю, процентов 40, я думаю, где-то 40, может быть 20. Почитать же можно, тут все есть для... Пожалуйста, берете вот хотя бы таким вот образом ссылочку, посмотреть, сколько здесь... Какие обороты, просто почитать можно. Тут я снова повторю, что не сильно на этом заворачиваюсь, но большие обороты, маленькие, какая разница. Вот тут что-то не особо про обороты. Ну, одно из топовых, наверное, где-то от 20 до 40 процентов. На лондонские биржи приходится 50 процентов вообще общей мировой торговли, то есть это уже традиционно американские, ну, наверное, делят, наверное, все оставшееся напополам. По 25-30, может быть, тире 40 процентов. Ну, эти вопросы, вот как раз то, что сейчас задаете, я скажу так, откровенно в них плаваю, знаю, где это найти. Могу сказать, если мне уж поставить задачу, сказать, какой там ворот, я это тоже найду, но как бы к практике лично моей оно никакого отношения вообще не имеет, поэтому я всю ненужную информацию стараюсь как-то вот оставлять за бортом. Она интересная, может, полезная, но я просто стараюсь не загружаться. То есть по факту, она крупная, крупная, крупнее, чем московская, крупнее. Знают все, знают все, значит, что там с ней еще может быть, ничего страшного. Будут жить, уже не первую сотню лет живут, значит, еще и дальше будут. Вот, ну давайте все уже будем заканчивать семинарчик, клубный день. Основные вопросы, я думаю, мы обсудили, не торопясь, для себя многие моменты выяснили. На этом прощаюсь. Я так понимаю, вопросов у нас больше нет, но вот эти вопросы последние, ну, скажу так, что не Копенгаген. Сергей, я снова повторюсь, что если это вот как-то потребовалось бы мне, ну, я вот сейчас просто ответ, четкий ответ, абсолютно не абсолютно правильный, близкий к реальности, я, к сожалению, не могу дать. Не слежу, не слежу, наверное, в районе 25-30%, я думаю, примерно так приходится на обороты. Например, для валютного рынка, примерно та же самая картина. Все-таки фьючерсная торговля, фьючерсная торговля, это торговля производными инструментами. Такие тонкие моменты, конечно, нужно для себя уяснить, что Форекс – это торговля базовыми активами, ну, вот, если уж совсем сравнить по-простому, это наличные валюты, которые мы покупаем, как в обменнике, только в электронном виде. А фьючерсный контракт – это контракт, это не актив, это не сам товар, это расписка на этот товар. Поэтому, наверное, где-то, если говорить от оборота на рынке, наверное, 50%, может, где-то. Но, опять же, скажите, только моя мысль, какой оборот это занимает. Ну, никогда не задавался таким серьезным вопросом, как-то вот оно непринципиально было. Все, ну, давайте на этом заканчиваем. Большое вам всем спасибо, удачи, до свидания. Да, пора и честь знать, там дела поделать различные. Все, всего вам хорошего, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...